Мои сомнения начались с того, что в инстаграме я случайно увидела петицию, что все, особенно активисты наши социальные, они чуть ли не горло выгорали, что по-любому нету гарантий, что нету именно государственной гарантии, что дети не будут отрицательного эффекта, не будут последствия, ведь никто за это не ручается. У сестры проконсультировалась, и он говорит, если ты боишься этих госполиклиник, ты можешь найти частный медицинский центр и платно поставить, ты можешь узнать подробнее о прививках, где произведена была вакцина, какая транспортировка была и так далее. Это, конечно, платно, услуги платные, но зато ты можешь уверенно не бояться о врачебных ошибках, я не знаю, о производстве вакцины. Но потом у меня еще другая сестра работает медсестрой, и она говорит, что у нас вакцины оказывается доставляются во всех медучреждениях и в госучреждениях, что одинаковые вакцины доставляются. Мы записались к детскому нейропатологу в очередь, и с мужем поехали в этот день, сидели в очереди, и чисто случайно проходила женщина с больным ребенком. То есть ребенок инвалид, он хромал, ну, сразу на одну сторону сводила ребенка все время. Пришел, короче, игрался с нами, то есть с сумкой нашей. И как-то случайно заговорили с этой мамой, и мама рассказала, что ребенок стал вот таким после вакцины. И вот мы прям с мужем так испугались, после невропатока сразу домой поехали. Ну, начинала я, наверное, как обычно начинают многие в плане именно по вакцинации, не по блогу. Сначала я была, как обычная мамочка, которая доверяет полностью на 100% врачам. То есть если говорят, вакцинация нужна, значит, нужно идти и делать. У меня родился ребенок, и вот мы с ним регулярно посещали врачей, посещали поликлинику, делали вакцины. Всегда почему-то у меня был такой страх, перед каждой прививкой. Всегда я очень переживала, как ребенок отреагирует на нее. И действительно реакция у нас всегда была очень такая сильная, яркая. Ребенок температурил где-то под 40, всегда 39-40. Ниже, наверное, я и не помню, чтобы была другая какая-то реакция. Он постоянно кричал, и все это длилось от 3 до 5 дней, то есть на каждую прививку. И впечатление у меня было такое, что вот как ребенок родился, мне казалось, то ли у меня с ребенком что-то не то, он постоянно болеет, он постоянно кричит, то есть спокойной жизни у нас не было. Но мы регулярно ходили на прививки, то есть как положено, каждый месяц практически до полутора лет ребенок получает очень много вакцин. Как-то мы этот период пережили, но я очень внимательно старалась наблюдать за другими детьми, спрашивать советов, общаться с мамочками, с другими. И столкнулась с тем, что у некоторых детей возникают осложнения. Я видела мамочек, у которых у детей были осложнения от БЦЖ и от палеомелита вакцины. Казалось бы, самое безобидное, там капельки в рот капнули, а на самом деле ребенок лежал в тяжелом состоянии, с последствиями. Тут, конечно же, я запереживала и решила, что нужно изучать этот вопрос очень хорошо, потому что я соглашалась на прививки в тот момент, когда я абсолютно ничего про них не знала. Я только знала, что мы приходим в поликлинику, говорят, нужно сделать вакцину, ну надо, значит делаем. От чего, от каких заболеваний, какие последствия могут быть, особо ничего об этом не рассказывается. Я просто решила поделиться своим опытом с теми, ну то есть в открытый доступ дать какую-то информацию, которая поможет родителям таким же, как и я. На мое удивление, подписываться стало очень много людей прямо с самого начала, с момента создания. Я получала большой отклик, то есть обратную связь. Со мной девочки делились тоже, у кого дети получили осложнения, то есть своими историями. Вот. Всегда у меня возникали вопросы по поводу прививок от гриппа, насколько они эффективны, да. Сами же вирусологи, сами же врачи постоянно говорят о том, что вирус гриппа мутирует. Так же, как и коронавирус, он также мутирует постоянно. И нам в открытую говорят, что первая волна вот она была, вторая волна будет уже другая, а третья будет еще хуже, то есть вирус постоянно мутирует. Мне кажется, логично задаться вопросом, как тогда вообще возможно создать вакцину от вируса, который постоянно мутирует. Мне кажется, это просто невозможно. Медицинские препараты, я считаю, нужны, но в определенных случаях действительно, когда это необходимо, к антибиотикам, естественно, это относится в первую очередь. Но нужно не забывать, что всегда у любого препарата будет побочное действие и нужно принимать решение такое, действительно ли сейчас ребенку необходим препарат. Либо он самостоятельно справится и перенесет. Плюс есть многие заболевания, такие как, например, сахарный диабет, как рак, как артриты, которые вполне возможно, спусковым вот этим крючком являлась именно вакцинация и, возможно, они имеют какой-то отсроченный эффект длительный, который сказывается сейчас на нашем здоровье. То есть у детей есть, отслеживается, дети где-то до 5-6 лет, а есть такие заболевания, уже у детей как артрит, как сахарный диабет и вот эта вспышка просто детского рака, лейкемии. Ну, то есть под большим вопросом, от чего это, не от вакцин ли это все так процветает. Ну, что я могу сказать о движении антипрививочников и о фейках вообще в связи с этим движением. Я вот ознакомился с теми тезисами, которые они выдвигают, ознакомился с той компанией, которая идет в социальных сетях. Все это очень интересно, однако я не вижу под этим какую-то прочную базу. Однозначно. Давайте разберем, допустим, центральную фигуру. В центральной фигуре в Инстаграме мы видим некого Аман Тонио. Это человек, который работает в Инстаграме. У него отрасли 10 тысяч подписчиков и основная часть его публикации посвящена антипрививочному движению. Он пишет о том, что прививки – это плохо, это войдет человеку. При этом, во-первых, мы не знаем, кто это. То есть фактически это она не. Это может быть человек другого пола. Это может быть человек в другой биографии, не той биографии, которую он, допустим, озвучивает, то, что это может быть подросток. Это может быть группа. То есть, в принципе, мы видим достаточно популярный блок, который, вероятно, вот с этих 210 тысяч подписчиков имеет потенциальную возможность зарабатывать хорошие деньги. Вот. Возможно, там работает целая группа, которая оседлала хайповую тему для того, чтобы впоследствии вот эту аудиторию, которая настроена на негативный крайний против прививок, использовать в своих целях. Я не говорю, что это так и есть. Доказательств нет для этого пока. Я говорю о том, что уже сам факт, что автор вот этих всех тезисов поддерживает строгую анонимность, вызывает у меня вопросы. Восстан 10-11 лет. Я был 11 лет. Я был 11 лет. На этот год Восстан 19 лет. Восстан 19 лет. Я прививки. то я распространился, делал бы меня flat, бы меня разговариваю и делал бы мне три раза, потому что, что simplest причин ты делал, когда ты делал здесь, ты делал бы шумбой, как будто я делал всех на письмах от жира. Насколько вам было здесь к тебе поводу, То есть, если бы ты делал это, если ты делал бы свечки, то ты делал то, что баб Frifca. салдым аркасында палом улу ауру джемел кутеру мукун. Сол и ой, джейнен, прививка салдырам деп шестим. Держимки спала мады прививка салдырды, мне кешкентай, 6 айда, остатан биржыма бұрын биц айндағы прививкасын алды, енді бьердіса, қыдай бьердіса, біз бьер жасында аламыз 4-5 прививкасын, прививка алған ол дуркестеп санайм. Балала Их нужно было бы спокойно, однако истинное время улетел, и я думаю, что он для тебя приифика. Вы знаете, что я делаю, чтоРыбин подпоровление. В первую очередь, больной области на рубежей. Прифика нужна нивропотология. При этом нужно прежновать к нашей имени медитации. Мы с вами есть лақыры, педиатр. Педиатр бізді қарады, тамағын қарайды, температура снылшет баланын, баланы аппетиты, как раз, бәрі жақсы болса, баланы температуры еште не ес болмаса, бала бір айдын ишін де аурумаса, онда прививиканы смелы алған қалғылады, деп олайым. Вакцина или, как мы в народе говорим, прививка, да, это специальные препараты, которые предназначены для того, чтобы формировать защитные силы организма, вырабатывать специфические антитела против определенных инфекционных заболеваний. Сама вакцинация – это охват прививками, да, то есть это есть определенные группы населения, да, то есть это дети, это новорожденные, это лица с хроническими заболеваниями, да, которым необходимо сделать эти прививки для того, чтобы защитить от отдельных инфекционных заболеваний. Есть ряд инфекционных заболеваний, против которых нет специфического лечения, а есть специфические меры профилактики, вот, благодаря которому на сегодня улучшилось и качество жизни, можно смело сказать, улучшилась и продолжительность жизни, и самое главное, снизилась как заболеваемость, так и смертность детей, да, вот, например, это корь, да, корь в 95% защищает, в 99% даже, можно сказать, она защищает от заболевания данной инфекции, а специфического лечения против данной инфекции нет, вакцинация – это самое большое достижение медицины, эффективность иммунизации, она не должна вызывать сомнений. Также необходимо отметить, что вот тем же бешенством, бешенство в 100% случаев, она приводит к смерти, да, и при своевременном обращении к врачу, при своевременном оказании, значит, профилактических мер, то есть это как применение антиарабических иммуноглобулин и вакцины, то есть здесь у нас вероятность, скажем, спасти человека, она очень высокая. И те случаи спорадические, которые мы регистрируем, значит, ну, скажем так, тех инфекций, которые можно предотвратить с помощью вакцины, это практически в 80% случаев те люди, которые были, которые не получили, значит, прививку, и остальные, которые были, значит, вакцинированы с нарушением сроков, значит, вакцинации и так далее, да. Здесь хочется отметить, что эффективность вакцинации намного выше прям тяжелых осложнений от вакцин, да, вот, которая закончилась летальностью или инвалидностью, да, вот, в Казахстане не зарегистрированы. То есть каждый случай, постфакцинальная реакция, проводится расследование, где участвуют профильные специалисты. А создать вакцину – это непросто, то есть это так, вот, мы сейчас даже на примере COVID-19 видим, да, что все страны мира пытаются создать вакцину против этой инфекции, да, и что на это нужно время. Это не так, что, ай, захотела, там, микроб вырастила, там, его убила и создала эту вакцину, ничего подобного. На создание одной дозы вакцины может идти до трех лет, то есть практически, и каждый стран они планируют. И это тоже, как бы, само производство, да, вот, производство тоже должно запланировать, сколько доз вакцины нужно другим странам. И поэтому это непростой процесс, и каждая вакцина, каждая серия вакцин, она проходит определенные этапы качества, то есть там очень, очень высокие требования, вот, когда они есть. И когда страна покупает вакцину, страна тоже есть требования, да, допустим, чтобы эта вакцина должна быть сертифицирована, как у себя, так и у нас, да, чтобы она прошла определенные все стадии клинических испытаний, чтобы она имела опыт использования в той стране, где она производилась, да, то есть практически, и опыт использования и в других странах, да, то есть, и также, как бы, ну, Казахстан также еще проводит такое вот требование, чтобы она была сертифицирована Всемирной организацией здравоохранения, да, и медицинское сообщество видит эффективность вакцины, и мы надеемся, что аналогичный эффект от вакцины COVID-19, да, будет при использовании ее от среди населения, то есть, как раз-таки стабилизируется данная ситуация, что мы можем вернуться к нашему прежнему ритму жизни, да, то есть уже, мне кажется, все уже этого хотят, да, то есть мы уже не хотим, как бы, дистанцироваться, изолироваться, да, то есть мы уже хотим вернуться в обычное русло. Есть такое мнение, ложное, скажем, да, что прививки не нужны. Вот я, например, могу с гордостью сказать о том, что я не видела дифтерию, к счастью, я не видела дифтерию, я не видела полиомелит, да, вот, и наше поколение, как бы, молодых врачей, да, вот, поколение молодых врачей, они тоже не видели эти инфекции. КОНЕЦ